Продажа двух ГЭС на востоке страны отменяется. Правительство отозвало из парламента законопроект о сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами в энергетической сфере. Напомним, что осенью прошлого года в ходе визита бывшего премьер-министра Аскара Мамина в Арабские Эмираты были подписаны соглашения на 6 миллиардов долларов, согласно которым предполагалась передача в управление арабским инвесторам ряда стратегических объектов, в том числе и двух гидроэлектростанций Усть-Каменогорской и Шульбинской. Отметим, что Атамикен Бизнес с самого начала следил за ходом этой теперь уже не состоявшейся сделки. Наши корреспонденты задались вопросом, почему вдруг в правительстве решили аннулировать соглашение, прямо сейчас в мнении эксперта. Отзыв этого проекта был осуществлен, если хотите, по велению времени. Вот после неудавшейся попытки январского путча, теперь это делать надо абсолютно необходимо. Но заметьте, что правительство взяло на себя обязательство по замораживанию тарифов на ЖКХ, а там же, читай, и электроэнергия. А мы реально стоим перед необходимостью увеличения тарифа, и дай бог, не на пользу каких-нибудь внешних инвесторов, а на пользу самого Казахстана, но необходимость увеличения тарифа стоит на самом деле. Вот. И как со всем этим комплексом проблем, которые назрели и до путча, а теперь после путча стали особо выпуклыми, как это правительство будет справляться, остается только посмотреть.